Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я вас категорически приветствую! Сегодня будет ознакомительное видео с целью, наверное, больше уберечь ваше время, нервы, не наступать на чужие грабли, в данном случае на мои. Поэтому начнем. По заголовку видео большая часть уже наверняка понятна, что было с самого начала и до конца я хочу вам рассказать эту ситуацию. Итак, была у меня, мягко говоря, непопулярная позиция в плане продажи. Это ноутбук, вот он, Gigabyte G5 на видеокарте RTX 3060. Я его сначала выставлял за 79, потом за 75 тысяч рублей, по итогу за 71 и мы сошлись с покупателем на цифре 67 тысяч рублей. В двух словах об этом ноутбуке. Я его покупал на Computer Universe. Что это обозначает? А это означает то, что раскладка клавиатуры у него не с латиницей, ну, точнее, с латиницей, но раскладка не QWERTY, а QWERDC, то есть немецкая. И русских букв там нет. Это вот, чтобы вы понимали, что за позицию я продавал. Соответственно, данный лот не хотел продаваться на Авито, то есть по нему не было ни звонков, никакого либо интереса. И как только ко мне обратился человек с просьбой продать ему данный ноутбук с торгом, сейчас я покажу эту переписку, с торгом сошлись на цене 67 тысяч рублей. Он говорит, могу купить Авито доставкой. До этого хочу вам рассказать. Я много товаров продавал Авито доставкой. Как и покупал, так и продавал. Были разные случаи. Когда я продавал покупателю с хорошим рейтингом, с покупками и продажами в аккаунте, который давно зарегистрирован. Там также были и продажи тем людям, у которых были пустые аккаунты. Да, на такое я тоже шел. Почему, рассказываю. Потому что Авито является гарантом сделки. То есть, если что-то пойдет не так, то они вам либо возвращают деньги, либо товар. Как вообще происходит вся сделка? Покупатель, который хочет купить у вас товар, отправляет деньги не прямиком вам, а стороне-посреднику Авито. Вот он здесь будет, Авито отправляет. И после того, как мне дошел товар, я его посмотрел визуально, технически. Я нажимаю кнопку в нашей переписке «Получил товар». После чего приходит сообщение, соответственно, отправителю, что через некоторое время мы попросим номер вашей банковской карты и, соответственно, переводят туда деньги. Вот как происходит сделка. Это все в идеале. Далее. Что происходит дальше? После определенных договоренностей он предложил мне 65 тысяч рублей. Я говорю, давайте остановимся на 67. Он попросил несколько тестов. Это я сейчас все профану, все покажу. Я просто хочу сначала вам, чтобы вы на слух всю эту ситуацию поняли. Значит, попросил мне несколько тестов, таких как выработка часов на SSD диске. Фурмарк. Я, соответственно, добросовестно все эти тесты произвел. Ему отправил фотокарточки, ну, фотографии, соответственно. Его все устроило. На следующий день, я не помню, почему не в этот день, а на следующий день, он оплатил, значит, подтверждение этого. Мне пришло уведомление от Авито, мол, покупатель внес деньги, вы можете отправлять в пункты приема, отправки посылок. Ну, то есть, партнеры Авито. Это Боксбери там, в Боксбери отвез. Я просто хочу это все подробно рассказать и, возможно, какие-то уже, знаете, такие сигналы свыше были. Сейчас объясню, какие. Значит, на следующий день оплачивают. Я складываю ноутбук, параллельно ему отправляю фотографии, что все на месте, нету ни царапин, ни потертости, все в идеальном состоянии. На что он нехотя, ну, так отвечает, типа, окей, окей, хорошо. Хорошо, собираю этот ноутбук в коробку, все документы я все, значит, нахожу, отправляюсь. Попал под дождь, ну, это ладно, такие все мимолетные истории, не совсем интересные. В общем, доезжаю до точки, откуда я обычно всегда все отправляю. Те, кто из города Бермь, с индустриального района, знают улицу Свиязева. На Свиязево там есть около авторынка точка приема посылок в Боксбери. Там еще вывеска Яндекс, ну, это ладно, тоже такая. Значит, приезжаю туда, и что я узнаю, ребят? Закрылась, закрылась эта точка, ну, что-то у них пошло не так. Я думаю, ну, ладно, это уже тоже какой-то звонок такой был первый. И показывает мне ближайший адрес, который находится, ну, буквально в 700 метрах оттуда. Пока я доехал уже до второй точки, я полностью весь промок, и дождей у нас не было именно в этот день. Этот дождь шел активно довольно-таки. Ехал я еще на электросамокате, я не знаю, как он до сих пор работает. Ладно, доезжаю до второй точки, а точка реально только открылась, новая. Там работали две девушки, которые, ну, не разбирались в вопросе. То есть, обычно я как отправляю? Сам упаковываю в пупырку, у них дополнительную какую-нибудь прошу. Упаковываем, скотчем, отправляем. Но, то ли у них новые правила появились, то ли что. Мне дали какую-то огромную коробку, куда бы я сам поместился. В итоге, ладно, сложили в эту коробку этот злосчастный ноутбук. Я параллельно веду фото-видео фиксацию, отправляю фотографии товара продавцу. На что он опять не отвечает. Ну, неинтересно ему, видите ли. Хорошо, с этим закончили. Все, отправил. Все, отправил. Отправил квитанцию продавцу, номер заказа. Хотя Авито это все дублирует. Ну, я вот такой человек. Я привык все скрупулезно делать, чтобы человеку было спокойно. То есть, каждый этап отправки, как-то фотографии отправлять. Это у меня в норме считается. Все. Что происходит далее? Далее. Наступает ориентировочная дата доставки 25 июня. Нет, 28 июня. Отправка была 21. Ну, довольно-таки быстро он дошел за неделю. Все, значит, пришел товар. Я говорю, уважаемый, пришел ноутбук, можете забирать. Он опять не отвечает. Ну, долго реально не отвечает. Ему как будто это неинтересно. Спустя некоторое время. Сейчас. Сейчас я это, соответственно, продемонстрирую. Ну, вот это самое начало переписки. 20 июня. Здравствуйте, 65. Здравствуйте, 67. Напишите точную модель. Все, я это написал. Авито доставка есть. Сколько по времени доставка? Я все спрашиваю. Он говорит, в районе 5 дней. Тут была моя первая ошибка. Так как аккаунт у этого человека, сейчас я вам демонстрирую. Так, все видно? Да. Все видно. Пустой. Вот он. 2017 год. 176 покупок с Авито. Но нет у ним объявления о продаже, нет объявления о покупке. Я на этом этапе забыл спросить, какой город. Хотя обычно я всегда это делаю. Ну, вот так вот, короче. Тесты я ему поотправлял. Где эти тесты? Вот, тесты того, сего. В общем, все, он согласился. Так, так, так. Все оплатил, в общем. Так, вот он говорит, я все оплатил. Сообщение от Авито. Я ему, соответственно, ну, вам пруфы отправляю, что нашел коробки, все этапы, значит, упаковки ноутбука. Все ему отправляю. Все, заказ отправлен. Примерно срок доставки. А нет, все я правильно сказал. С 25 по 28. Вот, видно, да, все? Вам не пришло уведомление? Вот он, как вам сказать? Так, 27, привет, еще не доставили, еще не пришло сообщение. Это я просто, тут уже почувствовал, вот что-то не то. Нужно как-то с ним поддерживать связь. Значит, все, посылка в пункте выдачи. Видно, да, вам? Вот, посылка в пункте выдачи. Смотрите, что дальше происходит. Это 28 число, пресловутое. Здравствуйте, ну, наконец-то, время 11.20. Не отвечает. Прочитал. Вы сегодня успеете? 14.37. Ну, короче, и вот он не отвечает до самого вечера. На через 4 дня. Ага, еще забыл уточнить. Он с двух аккаунтов еще писал. Ну, ладно, это основной, с которого пришла посылка. Так что, ладно. Короче, 2-го числа, через 4 дня тут. Здравствуйте, да, здесь успеваете забрать посылку? Так, 7 дней скоро заканчивается. Да, я продлю посылку, там просто большой объем посылок. Короче, сейчас, сейчас, сейчас вы все поймете. Когда вы заберете, мне деньги очень нужны. Я вас понимаю, но если так, забрать другие, которые посылки... Короче, у него магазин. И он заказывает через ВИТО доставку, чтобы в своем магазине продавать. Так, 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 так. У меня... Короче, он пишет, что некоторые посылки даже с продлением не удается забирать. Тут я уже понимаю. Олег, ну, кто не знает, меня зовут Олег. Олег, ты не увидишь своих денег однозначно. И когда посылку получишь, тоже непонятно. Потому что начинается какая-то катавасия. И, короче, вот что он пишет. У меня перевозчики загружены на 100%. Объясняю, что за перевозчики. Потому что это в переписке не было. Я отправил свой этот груз, ноутбук в Новошахтинск. Объясняю, что такое город Новошахтинск. Вот вы только вводите в Яндексе Новошахтинск. Взрыв, что случилось? Короче, Новошахтинск это город на границе с Луганском. А сам человек, этот продавец... Сейчас вы можете посмотреть. Так, 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 так. Во, 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 вот. Вот, со второго аккаунта-то я вам говорил. Пишет. Магазин в Луганске. Заказываю на дальнобойщиков. Когда едут на Новошахтинск, они забирают посылку. Обычно они... Он ездит раз в неделю. Позавчера вернулся. Конкретный день назвать не могу. Это вот как раз-таки второй аккаунт, который я вам говорил. Вот. Так, 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 так. Ага. Ну, тут я немножко... Не то чтобы... Ну, вот, он пишет. У меня тоже впервые обычно все работает. А теперь в Луганске не всех выпускают. Первое... Ну, не то чтобы предъява. Первое замечание ко мне. Ко мне. Почему я не узнал город? Раз. Почему не узнал у него номер телефона? Два. Но есть небольшое, так скажем, упущение продавца. Почему он не сказал, куда отправляется ноутбук? Вот это, конечно, было... Понимаете? Вот если пустой аккаунт, вы не сможете никак посмотреть. Вы узнаете только тогда, когда вы получаете уведомление от Авито. То есть, не уведомление это там... Когда отправили там, допустим, Боксбери, вам дают вот этот квиточек. И там написано. Но обратной дороги уже нет. Поняли, да? Ну, я прочитал Новошахтинск. Ну, сколько у нас городов в России? Полным-полно. Вот. Ну, а, нет. Тут я пишу. Вот оно что. Хорошо, выйду в вашу ситуацию. Именно поэтому я предпочитаю доставку с деки. Или по полной плате тогда забирай хоть через год. Это я ему пишу. Ну, это так, знаете, лирика. С деки не дает возможности проверить. Короче, я ему пишу. В любом случае, спасибо за такой опыт. Ну, соответственно, что нужно лучше продавца проверять и так далее. И в этот день он мне пишет. То есть, сначала пишет, что все удается забирать. И в этот же день, через 9 часов, пишет, не получается забрать ваш ноутбук. Мораль сей басни какова? Да, я много совершал покупок и продаж от ноунеймов, грубо говоря. От пустых аккаунтов. Но и на старуху бывает проруха. Поэтому, как по мне, чтобы хоть как-то себя лайтово защитить от таких... Это невозможно сказать курьез. Это коллапсов. От коллапсов, непредвиденных ситуаций, ЧП, что угодно. То есть, что я сейчас вообще теряю? Время? Время дофигища я потерял, да? Потому что 10 дней туда, 10 обратно. Надо еще проверять, как ноутбук дойдет после вот этих всех переездок. Второе, все равно какие-то нервы, потому что непонятно, человек, грубо говоря, возит тебя за нос. Было даже такое предположение, что он покупает через авито доставку. И тогда, когда товар находится уже в наличии, он выставляет у себя его где-то еще с третьего аккаунта на продажу. И после того, как находит покупателя, только тогда выкупает этот товар. Возможно, и такая вариация. Значит, как постараться хотя бы себя обезопасить? Первое, стараться покупать... Покупать, ладно, продавать свой товар через людей, у которых есть какой-никакой рейтинг. Ладно, вы скажете, рейтинги и отзывы можно накатить. Но невозможно, точнее возможно, но хотя бы меньше вероятность, что если человек покупает и продает, то есть у него в аккаунте много продаж, много покупок. Это, то есть один город, смотрим, посмотрим фотографии. Ну, то есть стараемся максимально себя обезопасить, как инспектор гаджет. Вступаем в эту схватку, блин, 13 минут. Ну, ладно, договорю все равно с аккаунтом. Дальше обязательно по номеру телефона предварительно созваниваемся. По номеру телефона на всякий случай вводим в Яндексе, чтобы не было там надписи, описи типа с этого номера телефона есть мошенник. Да, вы скажете, можно любой номер телефона зарегистрировать, но это какая-никакая вероятность вашей страховки времени. Вот, что я хотел сказать по этому поводу. Вы меня спросите, что же ты дальше делаешь? Ну, что же ты дальше делаешь? Пишу ему, он ни сном, ни духом не отвечает. Написал в авито доставку, в авито доставку написал ночью, с утра пришел ответ. То, что мы отправили отмену заказа в службу доставки. Ожидайте подтверждения на авито. И продублируем, значит, отмену заказа на почту. Чем хорош, собственно, грант авито? То, что вы как-то застрахованы, но вы никак не застрахованы от потери времени с таким продавцом. Да, ситуации бывают разные. Я не так, знаете, виню продавца, что, ну, возможно, у него действительно произошли сложности. Ситуации бывают действительно разные в этой жизни. Но виню его в том, ну, не то, чтобы даже виню, что не сказал, куда идет. Потому что он заказывает Новошахтинск, а потом каким-то макаром, там, дальнобочками ему доставляют в Луганск. Вот, это такое знакомительное информационное видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Если было полезно, поставим лайк, напишем какой-либо комментарий, подписываемся на канал. Всех обнял, всех уважаю. На связи. До свидания. Всего доброго.